Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правовое поле» – совместный проект национального телевидения и прокуратуры ЧВР и я, ее ведущий Альберт Петров. Сегодня мы обсуждаем наболевшую проблему, которая не теряет своей актуальности – это борьба с коррупцией. Сразу отмечу, что наша передача приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией, которая объявлена в связи с подписанием Конвенции ООН и отмечается ежегодно 9 декабря. Цель Конвенции – предупреждение и искоренение коррупции. Как выполняется она в Чуваше, об этом мы и поговорим сегодня. У нас в студии начальник отдела по назору за исполнение законодательства о противодействии коррупции прокуратуру ЧВР Сергей Петрович Павлов. Здравствуйте, Сергей Петрович! Здравствуйте! Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, чем занимается подразделение прокуратуры ЧВР, которое Вы возглавляете, как давно оно создано и какие основные ее функции? Подразделение по назору за исполнение законодательства о противодействии коррупции ЧВР было создано в 2008 году. Если быть еще точнее, наш первый рабочий день – это 18 февраля 2008 года. Ну, оно было создано на основании приказа Генерального прокурора Российской Федерации, когда в 2007 году создали аналогичные подразделения в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Основная цель создания таких подразделений – это борьба с коррупцией. Мы надзираем за исполнением законодательства о противодействии коррупции государственной и муниципальной службе. Мы контролируем работу городских районных прокуратур, мы сами осуществляем непосредственные проверки. Вот, в принципе, вот этими вещами и мы занимаемся. Скажите, пожалуйста, а антикоррупционной экспертизой вы занимаетесь тоже? Нормативно право фактов? Совершенно верно. Это одно из основных функций подразделения по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Это своего рода фильтр в законах. Чтобы в законах не допускались так называемые коррупционные факторы. И чтобы в конечном счете это не влекло на практике возникновение коррупции. В текущем году, к примеру, нами выявлено более 700 коррупциогенных факторов, значит, в 400 правовых нормативных актах всех ветвей власти. А какие вот наиболее часто встречаются нарушения законодательства о противодействии коррупции при проверках, проводимых органами прокуратуры? Наиболее частые нарушения – это несоблюдение запретов и ограничений. Это непредставление, либо недостоверное представление сведений о доходах, которые должны представлять чиновники. И чиновники, как мы знаем, ежегодно, к 1 апреля, значит, ежегодно. Кроме того, мы выявляем нарушения в сфере, как я уже говорил, государственной и муниципальной службы. Вот, также многочисленные нарушения. Ну, все, что касается вопросов противодействия коррупции, это наше поле деятельности. Хорошо. А мне хотелось бы уточнить, а все-таки в деятельности органов местного самоуправления выявляются нарушения в законодательстве в указанной сфере? И какие в основном нарушения выявляются? К сожалению, основное количество нарушений как раз мы и выявляем в деятельности органов местного самоуправления. Когда органы самоуправления несвоевременно принимают нормативные акты в развитии федеральных законов или республиканских законов, также мы выявляем нарушения в представлении тех же сведений о доходах, либо в неточном представлении. Выявляем нарушения законов о муниципальной службе, когда нарушается порядок прохождения службы, когда лица принимаются, допустим, в отсутствии необходимого образования, то есть не соблюдаются соответствующие квалификационные требования к муниципальным служащим. К примеру, в текущем году в Шумерлинской межпрокуратуре была проведена проверка межрайонной налоговой службы. Так вот, при проверке выяснилось, что почти всеми служащими этого органа не представлены сведения о доходах от вкладов в банках и иных кредитных организациях. Также ими не представлялись сведения от продажи транспортных средств и так далее, и ряд других нарушений. Соответственно, межпрокуратура внесла представление, требования прокурора были удовлетворены. Законодательство требует, чтобы работодатель, который принимает на работу бывшего государственного муниципального служащего, заобщал об этом в соответствующий государственный орган, либо орган местного управления. Для чего это делается и соблюдается ли это требование законодательства у нас в Чувашии? Действительно, такое требование содержится в федеральном законе о противодействии коррупции. К сожалению, многие работодатели не спешат соблюдать этот закон. Только в текущем году, по итогам 9 месяцев, к примеру, нами было выявлено более 21 административное правонарушение в этой области, когда работодатели не сообщали бывшим работодателям или нанимателям сведения о том, что они принимают на работу бывших государственных, либо муниципальных служащих. Законодатель это сделал с той целью, чтобы исключить конфликт интересов на муниципальной, либо государственной службе. Представляется, когда бывший государственный или муниципальный служащий поступает на работу, допустим, в коммерческую организацию, он может использовать свою служебную информацию, которым он обладал, при выполнении каких-то обязанностей уже в коммерческой службе. Если распространялись на, допустим, ту же коммерческую службу какие-то контрольные функции этого государственного, либо муниципального органа, то в этом случае работник должен получить согласие комиссии, так называемой конфликтной комиссии, по соблюдению требований к служебному поведению государственных и муниципальных служащих. Но основная цель, как я уже сказал, это исключить конфликт интересов на государственной, либо муниципальной службе. А штрафные санкции здесь достаточно жесткие. Вот только, к примеру, в текущем году прокурором Ленинского района было возбуждено административное производство в отношении ООО «Транстик-сервис», которое не сообщило о принятии на работу бывшего государственного служащего. И решением суда открытое общество было привлечено к административной ответственности, к штрафу в размере 100 тысяч рублей. То есть довольно существенное наказание получило. И вот эта работа нами будет вестись и в дальнейшем. Вот вы только что говорили об антикоррупционной экспертизе нормативно-прохактах как отдельном направлении деятельности органов прокуратуры. Ведь этот институт появился недавно относительно. Скажите, пожалуйста, что-то изменилось вообще с введением этого института? Что такое коррупциогенный фактор вообще? Потому что, мне кажется, не все знают об этом граждане. Мне кажется, можно этот вопрос более подробно разъяснить. Ну, коррупциогенный фактор – это такие положения, которые необоснованно расширяют полномочия того или иного чиновника. То есть дают возможность поступать чиновнику в той или иной ситуации по своему усмотрению. Чиновник может отказать в удовлетворении требований, может удовлетворить и будет в обоих случаях прав. Вот, проще говоря, вот именно вот эти положения, значит, они приводят, если допускается нормативно-правых актах, приводят на практике к прямой коррупции. Ну, согласитесь, жаль, что этот институт вообще появился недавно. То есть, получается, с 2009 года только, поскольку были внесены изменения в закон о прокуратуре и был принят федеральный закон об антикоррупционной экспертизе нормативно-правых актов и их проектов. А ведь существует очень много старых нормативно-правых актов, которые, к сожалению, не были охвачены антикоррупционной экспертизой нормативно-правых актов. В настоящее время органы прокуратуры изучаются вот уже старые нормативно-правые акты, которые еще в настоящее время до сих пор действуют и содержат коррупциогенные факторы. Да, действительно, есть такая проблема. У нас очень много старых нормативных правоактов, которые не изменены, не отменены, которые действуют на той или иной территории органов самоуправления. Прокуратура этими вопросами занимается. Более того, перед нами поставлена задача, начиная с 2000 года, все эти нормативные правоакты пересмотреть на предмет коррупциогенности в том числе. Вот, опять же, можно обратиться к примеру. Прокурорам Козловского района в адрес районного собрания депутатов внесено требование об исключении коррупциогенных факторов из положения о почетном звании почетный гражданин Козловского района, утвержденном еще в 2006 году. Дело в том, что в данном положении не установлены строки рассмотрения ходатайства при своении данного звания, основания для отказа ее удовлетворения и другие необходимые положения. Что позволяет действовать чиновникам, опять же, по своему усмотрению. То есть, коррупциогенный фактор в нормативном правовом акте, который мог на практике привести к прямой коррупции. То есть, кому-то могут дать это звание почетного гражданина Козловского района, кому-то могут и не дать. Совершенно верно. И понятно, что в зависимости от определенных обстоятельств это может быть сделано, в том числе и коррупционного характера. Да, вы правы. Сергей Петрович, а как обстоят дела в сфере размещения государственных муниципальных заказов? Общеизвестно, что это достаточно коррупциогенно емкая сфера, где есть большой соблазн получения взяток и откатов чиновниками, а также хищения бюджетных средств. Вы совершенно правы. Это очень коррупциогенная сфера деятельности. Приведу лишь статистические сведения. В прошлом году нами, органами прокуратуры республики, было выявлено более 600 нарушений с коррупционным составляющим в сфере размещения заказов. В текущем году пока нами выявлено более 300 таких нарушений, но это тоже очень большая цифра. И, видимо, это еще не все нарушения, которые выявляют органы прокуратуры. Довольно часто здесь допускаются такие нарушения законов, когда необоснованно отказываются участники размещения заказов, либо необоснованный допуск участников к размещению заказов, либо не изучается рынок, не изучаются цены рынка. А вот скажите, всегда ли акты выполненных работ при размещении государственных муниципальных заказов на самом деле подписываются при фактическом их выполнении? Или бывают такие ситуации, когда на самом деле они не выполнены, но эти акты, несмотря на эти обстоятельства, подписываются? В текущем году возбужден уголон дела в отношении директора Шомикского психонерологического интерната. Проверкой было установлено, что, по сути, единый государственный заказ на капитальный ремонт административного здания на сумму более 2 миллионов рублей был искусственно раздроблен на группы однородных заказов, каждый из которых составлял менее 100 тысяч рублей, и таким образом, значит, не были проведены конкурсные процедуры. Ну, более того, эти работы были и не выполнены. В полном объеме? В полном объеме, да. То есть, получается, еще и инвалидов обделили? Получается, еще и инвалидов обделили. А какие меры были приняты по результатам прокурорской проверки? Ну, по результатам проверки прокурором были направлены материалы следственные органы. Следственные органы в отношении директора интерната возбудили уголон дела по части 4 ст. 160, это присвоение лерастрата, по части 1 ст. 286, превышение должностных полномочий, и части 1 ст. 292, служебный подлог в Уголовном кодексе Российской Федерации. Дело расследуется. В этом году было доведено до суда несколько резонансных уголовных дел, которые были возбуждены, соответственно, по результатам прокурорских проверок. Одно из таких дел – это уголовные дела в отношении бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Почевовской республики Аркадия Дергачева. Давайте посмотрим сюжет об этом. По информации Следственного комитета, в 2006-2008 годах Дергачев незаконно подписал три дополнительных соглашения к ранее заключенным госконтрактам на капитальный ремонт, реконструкцию трех административных зданий территориальных подразделений управления в нескольких районах республики. При этом стоимость проводимых работ без увеличения их объема возросла более чем на 5,5 миллионов рублей. Кроме того, также было установлено, что в результате вмешательства Дергачева при строительстве здания налоговой инспекции в городе Шумерле были допущены значительные отступления от норм проектно-смертной документации на строительство этого здания, которое прошло государственную экспертизу. В результате строительство здания шло ускоренными темпами. Кроме того, в техническом подполье по требованию Дергачева был построен спортзал, который не был предусмотрен проектно-смертной документации. В результате здание в Шумерле не отвечает требованиям строительных норм и правил. Строительство с отступлениями от требований документации также оказало существенное влияние на несущую способность и эксплуатационную безопасность здания. Техническое подполье периодически затапливается грунтовыми водами. Это, в свою очередь, приводит к сбоям в работе системы вентиляции. По стене ползет грибок, а фундамент разрушается. Кроме того, в 2009 году в результате незаконного вмешательства Аркадия Дергачева был расторгнут госконтракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания инспекции ФНС по городу Чебоксары. Ранее заключенный по цене около 6 миллионов рублей с одной организацией и заключен новый государственный контракт на выполнение аналогичных работ, но уже с другой организацией. По данным следствия, в интересах руководителя которой действовал Дергачев на сумму свыше 10 миллионов рублей. Также было установлено, что Дергачев в нарушении требований действующего антикоррупционного законодательства не указывал в ежегодных декларациях своих доходов о том, что на его счетах в банках имеются значительные денежные средства на сумму свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей. Сам Аркадий Дергачев категорически отрицает свою причастность к конкриминируемым ему преступлениям. Более того, экс-руководитель налоговой службы настаивает на том, что уголовное преследование в отношении него носит заказной характер. Сам он никаких денег ни от кого не получал. И действовал всегда в рамках закона и своих должностных полномочий. Обвинение было заказное. Оно, как вы услышали в приговоре, строится на предположении в догадках двух человек, которые сами находятся на крючке у правоохранительных органов. Материал уголовного дела – 38 томов. Допрошено более 150 свидетелей. На оглашение приговора ушло почти 45 минут. Путем частичного сложения наказания окончательных для отдувания Дергачева определить наказание в виде лишения с собой сроком на 3 года с отдуванием наказания в колонии-воселении. Меру пресечения Дергачева оставить содержание под стражей. Срок наказания Дергачева с учетом времени содержания его под стражей исчислять с 16 ноября 2011 года. Приговором в отношении Дергачева обвинение удовлетворено. Наказание ему определено в соответствии с статьей 60. Оно назначено с учетом характера и степени общественной опасности данных о личности самого Дергачева. В то же время законом нам предоставлено 10 суток на изучение протокола судебного наседания. И после изучения всего, скажем так, дела, заново с учетом протокола мы будем же решать, будем вносить мы кассационное представление на данный приговор или нет. Аркадий Дергачев с приговором не согласен. И в течение 10 дней он собирается подавать кассационную жалобу Верховный суд России. Как вы считаете, каковы основные все-таки причины, способствующие коррупции в нашей стране? Начнем с того, что коррупция существует во всех странах мира, не является исключением и России. Причин достаточно много. Основными из них являются правовой нигилизм граждан, низкая правовая культура, уровень образования. Вот это, наверное, самые основные причины, когда коррупция допускается у нас, совершается, и граждане остаются, по сути, беззащитными перед этими проявлениями. Скажите, пожалуйста, а как можно вообще вести себя гражданину, если у него вымогают взятку? Во-первых, надо выслушать собеседника, как мы говорим, выслушать его условия, как можно больше информации получить от него, от конкретного чиновника. Быть крайне осторожным в своих выражениях, постараться отложить разговор на другое время. В последующем, естественно, обратиться в правоохранительные органы. Это будут приняты соответствующие меры. Коррупция само по себе неприятное явление, которое, к сожалению, влечет за собой и другие преступления, не менее тяжкие. Это и терроризм, это и наркобизнес, и другие преступные деяния, порой с огромными человеческими жертвами. Кто-то бездействовал за получение тех или иных вознаграждений, кто-то, наоборот, способствовал совершению преступления. Вот вам и, пожалуйста, получается другое преступление. В последнее время очень много говорят про телефонное мошенничество. И, как стало нам известно, такие преступления тоже совершаются иногда, и в том числе из-за коррупционных действий должностных лиц. В частности, в этом году был осужден сотрудник колонии, который за вознаграждение способствовал перемещению сотовых телефонов за пределами мест не столь отдаленных. Давайте покажем сюжет об этом. На запретный плот младший инспектор исправительной колонии номер один покусился, не проработав свои должности и месяца. В его обязанности входило досматривать посылки и изымать предметы, не положенные в местах не столь отдаленных. Но жажда наживы оказалась сильнее. Подзаработать ему предложил один из осужденных. За обещанную взятку 8 тысяч инспектор пронес колонию 2 сотовых телефона. Процесс передачи происходил таким образом. Лукаенов, находясь в данном исправительном учреждении, отбывает срок наказания. Шеблеву за перенос, за недосмотр посылки, в которой находился сотовый телефон, передал первую часть взятки в сумме 5 тысяч рублей. В свою очередь Шеблев Денис недосмотрел данную посылку, и данный сотовый телефон оказался в руках осужденного. Для чего понадобился сотовый телефон, осужденному неизвестно. В прокуратуре не исключают. Благодаря ему в колонии проворачивали аферы. Имеют место факты переноса сотовых телефонов в исправительное учреждение для осужденных, которые, в свою очередь, находясь в местах лишения свободы, в том числе оказывают давление на потерпевших и свидетелей по уголовным делам. Спустя некоторое время инспектор попал в разработку оперативных служб. Сотрудника колонии снова попросили об услуге. Но очередную запрещенную посылку и деньги в этот раз ему передавало подставное лицо. Все детали встречи они обсуждали за несколько дней по телефону. Младшего инспектора задержали с поличным, изъяв у него деньги и сотовый телефон. Свою вину он отрицать не стал и пообещал сотрудничать со следствием. За колючую проволоку теперь уже бывшего сотрудника УФСИН отправлять не стали. Судья назначил ему наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей. Сергей Петрович, как организована обратная связь с гражданами? Как им можно сообщить о коррупционных проявлениях, либо преступлениях в органы прокуратуры? Мы доступны гражданам. Всегда и везде мы давали свои номера телефонов, в том числе горячие линии. Оно есть и в средствах массовой информации. На сайте прокуратуры Чувашьей Республики есть баннер сообщить о коррупции, куда любой гражданин может зайти и оставить сведения об этих фактах. Кроме того, телефоны горячей линии есть во всех городских и районных прокуратурах. То есть на местах городские и районные прокуратуры тоже занимаются этими вопросами. Поэтому я считаю, что мы все-таки доступны населению и пытаемся получить информацию о фактах коррупции от населения. Мы заинтересованы в этом вопросе. А как можно обратиться с соответствующим заявлением, если вдруг коррупционное действие совершает сам сотрудник правоохранительного органа? В каждом ведомстве существуют так называемые службы собственной безопасности. Есть они в органах прокуратуры, в МВД, ФСБ и в других правоохранительных органах. Можно сообщить и нужно сообщить в эти службы собственной безопасности. А в ФСБ можно обратиться? И в ФСБ можно обращаться, и зачастую граждане обращаются и в этот орган. А как органами прокуратуры осуществляется профилактика коррупции? Хотелось бы более подробно уточнить. В частности, к Международному дню борьбы с коррупцией какие-то выступления организовывались органами прокуратуры? Да, эти выступления мы организовываем. И не только к тем или иным мероприятиям и датам. Мы их организуем круглогодично, как мы говорим, в постоянном, систематичном режиме. Ну, к примеру, значит, 7 декабря по вопросам борьбы с коррупцией были проведены публичные выступления перед студентами ЧГО. Вот непосредственно это мероприятие, которое посвящено международной борьбе с коррупцией. Спасибо. Более подробно посмотрим об этом в сюжете. Полицейские, медики, преподаватели. В антирейтинге самых коррумпированных структур эти профессии уже давно занимают лидирующие позиции. Несмотря ни на какие призывы, количество преступлений не уменьшается. Антикоррупционный закон переступают все больше должностных лиц. Только в этом году было выявлено более 500 нарушений. Возбуждено 90 уголовных дел. Общий ущерб от преступления указанной категории превысило 400 миллионов рублей. Ведь в месяц 2012 года в суды общей редикции направлено 16 уголовных дел в отношении работников правоохранительных органов. Из них это 7 уголовных дел в отношении работников МВД, 2 работника налоговой службы, 2 работника Федеральной службы надзора за исправительными учреждениями. Но даже такая статистика не служит примером, нечистым на руку. Коррупцию в прокуратуре сравнивают с ветряной мельницей. Все повторяется снова и снова. Откаты, подкупы, взятки. Причем преступника можно назвать даже преподавателя, который берет подарок до экзамена. Специалисты говорят, что коррупция охватила все сферы экономики. Но ей объявлена настоящая война. Работа по противодействию коррупции подразделениями экономической безопасности МВД Почувашской Республики осуществляется по следующим направлениям. Первое направление это выявление и документирование должностных преступлений, совершаемых сотрудниками федеральных и республиканских органов исполнительной власти, контролирующих органов и органов местного самоуправления. При исполнении ими своих функциональных обязанностей, а также при освоении бюджетных средств. С коррупцией борются не только в низах, наказывают за преступления и высоких чиновников. За последние три года вердикты были вынесены в отношения глав муниципальных образований, руководителей федеральных ведомств. Расследовать подобные дела признаются следователи довольно непросто. Зачастую обвиняемые начинают запугивать свидетелей. Когда суд рассматривает дела, если он оценил позицию обвиняемости, человек осознал свою вину и раскаялся, разместил какой-нибудь образованный вред, он, естественно, получит меньше наказаний, чем если тот человек, который никакого вреда не интересил и вину свою не признал. Бороться с коррупцией, говорят правоохранители, возможно, только сообща. Не одна жалоба в отношении тех, кто переступает закон, не остается без внимания. В прокуратуре говорят, самосознание граждан растет. Заявлять о фактах коррупции люди стали больше. Это помогло расследованию многих уголовных дел. Эффект приносят и подобные встречи. Студенты уже лучше других знают. За коррупцию можно поплатиться своей карьерой. А я еще раз напоминаю, что с нами был начальник отдела по надзору за исполнение законодательства противодействия коррупции Сергей Петрович Павлов. Желаю вам всего доброго и скорейшего движения к победе в борьбе с коррупцией. Спасибо. Правоохранительными органами многое делается в вопросах борьбы с коррупцией. Но без вашей поддержки, уважаемые граждане, мало что можно изменить. Давайте сделаем государство, в котором мы живем, хоть чуточку лучше. Ведь все зависит от нас. Я же поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, счастья и меньше коррупции в очередном году. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова